Боец профессиональный бокс Приветствую вас дорогие друзья Грандиозная панорама столицы развлечений всего мира Лас-Вегаса Итак, публика полностью запомнила зрительный зал И хотя это приезжие звезды сегодня выйдут на этот ринг, тем не менее Мест свободных нету Понятно, что приехали сюда и британские болельщики Ибо Назим Хамед уже в это время стал суперзвездой британского ринга Его популярность превосходила популярность Ленокса Льюиса Но Марко Антонио Барреро Тоже боксер, который заслужил репутацию высочайшего класса Высочайшего уровня И вот мы видим На трибунах и мексиканских болельщиков, и британских болельщиков Ну что касается Марко Антонио Барреро То с некоторой долей условности его можно назвать гостем Поскольку это давно уже бренд Давно уже звезда мирового профессионального ринга В 2000 году его знаменитый первый бой с Эриком Моралесом номинировался Правда, не получил звание лучшего боя года Тем не менее, это был грандиозный бой Так что с некоторой долей условности Может Марко Антонио Барреро называться гостем Поскольку десятки боев своих лучших он провел в Америке В частности, не один бой провел на ринге Лас-Вегаса Ну а Назима Хамеда это второй выездной бой Практически все свои поединки он провел в Британии Победил, а в большинстве случаев буквально разгромил своих соперников Показав очень зрелищный на грани, может быть, гениальности бокс Ну став суперзвездой мировой, безусловно И вот теперь ринг Лас-Вегаса Принципиальнейший бой Который, в общем-то, и должен расставить все точки над «и» Ну что касается статуса мировой суперзвезды То здесь могу поспорить Дело в том, что американцы избалованы хорошим боксом У них как бы свои взгляды на мировой рейтинг И то, что там творится в Европе В общем-то, их нисколько не заботит Вот ты говорил о том, что один выезд был перед этим У Насима Хамеда в Америку Это был бой с Кевином Келли Чемпионом мира Известным боксером американским И тогда действительно закатили оба бойца шоу То есть в семь раз оба оказывались на конвасе Четыре раза Келли и три раза Насим Хамед Ну, четвертое падение Келли Оказалось для него последним Выиграл тот поединок Насим Хамед Но вот к его стилю как раз Вот этому на грани гениальности, как ты выразился Остались большие в Америке вопросы Многие думали, что слишком много рисовки И такого как бы бравады В стиле Насима Хамеда И вот как раз Марко Антонио Баррера Боец предельно скупой, жесткий и умелый Мастеровитый Должен был дать ответ Насколько действительно хорош Насим Хамед Хотя, должен сказать, что перед боем Ставки принимались в основном в пользу Насима Хамеда Причем ставки делались на его победу Нокаутом в первых же раундах Буквально кипит арена Зрители в ожидании этого гигиозного боя Понятно, что большинство, опять же повторюсь, здесь поклонников бокса Из Британии и из Мексики История Насима Хамеда своеобычна Его история боксерская Он был замечен одним из тренеров в Лондоне Во время потасовки Уличной потасовки И незамедлительно приглашен в боксерский зал Где, в общем-то, за несколько лет вырос Такого мастера Высокого уровня И начал ковать буквально Победы одну за другой Кто-то пытался даже его сравнивать Его стиль с Роем Джонсом Также Открытая стойка та же самая Неожиданные удары Такая немножко Много таких боксерских фокусов Эквилибристики Много нокаутов Ну вот сегодняшний бой Он, конечно, действительно Развенчает этот миф Потому что боксер Это не просто человек, который умеет бить И который Обладает великолепной филигранной техникой Но это еще и Несколько иные качества Морального порядка И сегодня Насим Хамед Впервые в жизни встретится С боксером, который, что называется Не даст ему спуска Действительно, не будем забегать Вперед Все мы это еще сегодня увидим И это будет настоящее Наслаждение сладкой наукой Профессионального бокса Поверьте мне Кто-то смотрел Согласится Насим Хамед подошел к этому бою С потрясающим, конечно Феноменальным послужным списком Правда-таки, опять Скажем, что он сделан был В основном в Европе То есть Кроме одного боя Все эти результаты Были показаны В Британии 35 боев Во всех из них Насим Хамед победил И в 31 бой Из этих 35 Завершил он досрочно Вот ныне покойный Великий тренер Братьев Кличко И Ленокса Льюиса Эммануэль Стюарт Работает в штабе Насима Хамеда И вот кажется, что это Вполне такой Триумфальный коллектив Непобедимый Ну, в общем Подготовка идет полным ходом Насим Хамед сосредоточен Поработал на камеру Вот ты говорил о той истории Мне кажется, она носит Апокрифический характер Я имею в виду История начала занятий боксом Насима Хамедом Дело в том, что В бокс он пришел очень рано В 7 лет И какая уж там была Такая впечатляющая драка В 7-летнем возрасте Которая заставила Проходящего тренера Пригласить мальчишку В боксерский зал Мне трудно судить Но боксом действительно Он начал заниматься Достаточно рано Рано начались И пришли его Боксерские успехи Уже в 12 лет Он делал Широковещательные заявления О том, что он без сомнения Станет чемпионом мира Среди профессионалов И надо сказать Если честно Он сдержал свое слово Свое слово Он действительно стал звездой Как к нему не относись Тут можно и спорить В отношении стиля его Но тем не менее Звездой он стал И правда, что он был Самым популярным Боксером Британии После того, как сошло Вот это великое поколение Английских чемпионов Стив Коллинз Найджел Бен Крис Юбинг Действительно Суперзвездой британского бокса Стал Насим Хамед И уже только потом Ленокс Льюис Даже Орден Британской империи Из рук королевы Стал рыцарем Насим Хамед Потом, правда, это звание У него было отнято Поскольку Оказался в тюрьме За вождение автомобиля В неподобающем виде Ну и кроме того Возмущения у болельщиков Не было предела Когда они узнали Что он скрылся С места аварии В общем, полная фиаско Вот в смысле Своей публичности Потерпел Публичной популярности Потерпел Насим Хамед Сейчас у него репутация Ниже Плинтуса Что называется Но, тем не менее В истории остались его бои И сегодня Вот мы с вами смотрим Вторую часть Нашего сериала Лучших трансляций Канала HBO И этот бой В общем-то Стал в каком-то смысле Классикой Бокса Это безусловно Так, не в каком-то смысле А в самом прямом смысле Это классический бой Во всех отношениях И в смысле качества бокса И в смысле его драматургии То есть Настоящий боксер С характером Трудовой С потрясающей карьерой Я имею ввиду Марко Антонио Баррера Настоящий мексиканец Поставил на место Зарвавшегося вундеркинда Это то, что мы сегодня увидим Вот Марко Антонио Баррера Удивительный боксер На момент боя с Хамедом В его послужном списке 55 боев Хотя они ровесники 35 боев у Наси Мохамеда Как я уже говорил И 55 у Марко Антонио Баррера Три поражения Два от Джуниора Джонса И одно от Эрика Моралеса И Вот стоит только сказать Вот говоря биографии боксерской Марко Антонио Баррера Когда этот парень провел Свой первый профессиональный бой Вот тот, кто не знает Попробуйте догадаться Свой первый профессиональный бой Марко Антонио Баррера Провел в 15-летнем возрасте Это просто удивительно И, наверное, только в Мексике Может такое быть Вот Марко Антонио Баррера Прозвище его Малыш С лицом убийцы Ну и Насим Хамед Соответственно Носит продавище Принц Ты еще как-то Рассказывал, Алексей Что он С художественными Ярко выраженными Дарованиями Марко Антонио Баррера Нет, у него Дело в том, что он Мечтал быть архитектором И, по-моему, у него Ученая степень То есть он Профессионал Как архитектор Закончивший Высшее учебное заведение Ну вот, собственно Несколько минут Остается до боя Традиционная процедура Работы на лапах Затейпировали Сейчас Барреру Потрясающий, конечно, человек Я всегда очень уважал Этого бойца Представьте себе Архитектор Который выходит На профессиональный ринг Постоянно, регулярно С 15-летнего возраста И свое первое поражение От Джуниора Джонса Ну, был такой известный Американский боец С которым Ну, никак не мог Успешно драться Не подходил ему по стилю Марко Антонио Баррера Джуниор Джонс Дважды они встречались И дважды по очкам Выигрывал Джуниор Джонс И вот Такой вот Разносторонний талант Талант Проявивший себя В разных самых областях Человеческой деятельности Мы видим, что Насим Хамед Уже разогрет достаточно Пропотел И все идет к тому Что боксеры скоро Уже выйдут на площадку И этот бой Объявит Майкл Баффер Вот я не зря сказал Что американцы С некой осторожностью Всегда относились К Насиму Хамеду Вот до этого боя После этого боя Вообще были даны ему Достаточно унизительные оценки Поскольку Вот в том Прежнем бою Приезди в Соединенные Штаты С Кевином Келли Очень Как бы Вызывающе вел себя Насим Хамед А боксер, который Вызывающе ведет себя Ну как бы не имеет права Трижды оказываться На конвасе И тем не менее Вот чудом он выиграл тот бой Хотя вполне мог его и проиграть Американские зрители Запомнили эту браваду И не простили ее Насиму Хамеду И дружно болели Мы сейчас увидим это В бою Который будем смотреть За Марко Антонио Баррера Мы вспомним еще Ленокса Льюис Боксера, который тоже Не снискал любви У американской публики И в общем-то Американский зритель Болел против Чернокожего гиганта Но здесь надо еще вспомнить Довольно ревнивое отношение Американцев К бывшей метрополии То есть К Англии Не любят Бойцов из Великобритании Почему-то Наверное Может только догадываться Почему По сложным историческим Каким-то коллизиям Своим Не любят И ревниво Относятся В Северной Америке Вот ты говорил Алексей О гениальном На грани гениальности Стиле Насима Хаммеда Здесь Можно поспорить Наверное Многие не согласятся А многие И согласятся С тобой Большинство Причем Я думаю С тобой Согласятся Действительно В рефлекторном Двигательном Отношении Это Феноменально Одаренный Боец Может быть Один из самых Одаренных За всю историю Бокса Но ты Совершенно Правильно Сказал О том Что бокс Это такой Вот сложный Сложно-составной Вид спорта Где Вот человеческое Начало Человеческие Качества Играют Колоссальное Значение Вот то что Он так Неуважительно Всегда Всегда Неуважительно Относился К своим Партнерам К своим Оппонентам В ринге Не могло В конце концов Не Иметь Иметь Свой отпечаток Так не сложится В ринге Как это Сложится Вот сегодня Поскольку Нельзя не уважать Соперников Ты вот Сказал Что Многие Сравнивали его Стиль Со стилем Роя Джонса Но в отличие От Носима Хамеда Рой Джонс Никогда Не проявлял Неуважения К своим Соперникам Да Была всегда У Рой Джонса Клоунада Такие какие-то Эффектные выпады На ринге Но все это Является частью Американской Боксерской культуры И в конце концов Это шоу Но вот то хамство Которое Выдавал на гора Британец Арабского происхождения Конечно Многих Это всегда Раздражало Да и в общем-то Большинство раздражало Не то что многих Большинство раздражало Ну и конечно Его самоуверенность Вот эта вот Просто дикая самоуверенность Очень эмоциональное поведение И так Максим Хамад Готовится к выходу на ринг Перчатки Руки погружены Уже в перчатки Рефери боя Поставил Свою роспись На бинтах Оружие готово К бою Тут и шотландцы есть В общем это поединок Который Имеет Общебританский Интерес Фактически Речь идет Вот о чем Если Если Насим Хамед Выигрывает бой Такого безусловно Звездного И уважаемого Бойца Каковым В начале 2000-х годов Был Марко Антонио Бореро Он автоматически И Однозначно Получает статус Мегазвезды Мирового профессионального ринга И все вопросы Со стороны Американской аудитории Звезда ли На самом деле Насим Хамед Автоматически снимаются Так на арене Стоит невообразимый шум Ясно что Приехали В Лос-Легас Британцы Которые По привычке Своей Болеть За Рыгбийные Футбольные Команды Здесь Четко Дают Понять Какую страну Они представляют Очень Кстати Интересное И точное Замечание С твоей стороны Вот как По-разному Болеют 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 В боксе Американская Публика И британская Вот сразу Виден Британский Болельщик Попили Одну Другую Пинту Пива Пришли Довольно Шумно Себя Ведут И Сосредоточенная Я бы сказал В боксерском Смысле Культурная Американская Аудитория Американцы Американцы Больше Наслаждаются Стилем Боксеров А британцы Больше Наслаждаются Пением Песен Процессом Процессом Вводят себя В такое Как бы Состояние Которое Достигает Сохлотропным Дыханием Но мы знаем Эту процедуру Психиатрии Итак Друзья Через Несколько Мгновений Мы увидим В ринге Насима Хамеда И Марко Антонио Бореро Бореро Будет экзаменовать Британца И в общем-то Преподаст ему Настоящий урок Не только Боксерского мастерства Но и мужества На 10 сантиметров Выше Бореро Как-то не задумывался Над этим На такой Большой разнице В росте Раньше Но Сейчас Видно Что Разница в росте Велика Ну и размах рук Мы видим 160 У Хамеда И 170 По-моему 177 177 18 сантиметров Серьезное преимущество Серьезное Зато у Хамеда Преимущество В скорости В рефлексах Да Что касается Рефлексов Это единственное С чем Абсолютно Не поспоришь Как мы уже сказали Совершенно уникальные Рефлексы Насима Хамеда Кстати вот Мы говорили о боях С Кевином Келли Где трижды Оказывался На канвасе Насим Хамед Но и В нескольких Других Боях Насима Хамеда Вот эта тенденция Заигрываться Была Настолько очевидна В общем Неоднократно Не раз Не два И не три Больше пяти раз За свою Предшествующую Карьеру Насим Хамед Оказывался На полу Концентрация К высокой Степени Сосредоточенности Вот это Настоящий Боксер И настоящий Мексиканец Трусы Антонио Барреры Марко Антонио Барреры Часто Украшает Почти всегда Украшала Надпись Тапи Несмотря на то Что Действительно Он был другом Этого великого Американского боксера Мексиканского происхождения Мексиканца По крови Родившегося В Вольбу Керке Тем не менее Тапи Это одна из частей Его имени Фамилии То есть полное имя Марко Антонио Баррера Тапи Так что никакого отношения В данном случае К Джонни Тапио Надпись на трусах Действительно не имеет Хотя если хотите Пусть будет иметь Учитывая Действительную дружбу Великую дружбу Двух этих Боксеров И людей Между ними Между ними даже Случился поединок Который Во время Очередного Жизненного И финансового Краха И крушения Джонни Тапио Милостиво Предоставил ему Его друг Марко Антонио Баррера Для того Чтобы Джонни Тапио Подзаработал денег И достаточно легко Победил Своего Бескомпромиссного Товарища В этом бою На ринге Почти все Семейство Насима Хаммета По крайней мере Отца я увидел Который Поприветствовал Барреру Бой проходит В категории Полулегкого веса А вот и появление Принца Насима Хаммета Интересно Что чувствует Сейчас Насим Хаммет Превосходство Свою Или опасение Наверняка Превосходство Не думаю Чтобы он всерьез Опасался Кого бы то ни было В ринге Я вот думаю Что Хорошо Что бой Прошел 7 апреля 2001 года Пройди он Позднее 11 сентября Вряд ли Безопасен Был бы Такой вот Выход Насима Хаммета На американской земле Рабочий выход Марко Антонио Барреры И Вот Сотиджонни Таппи Пришел поддержать Своего товарища Ныне покойник К сожалению И Насим Хаммет Которого Выход без элементов шоу Просто не мыслит Трусы Под свет Леопардовой шкуры Это то Чем Насим Хаммет В первую очередь Запомнился Любителям бокса И даже тем Кто Не слишком Внимательно Следит Собственно За боксом Это Леопардовыми Трусами Это его Стало Своеобразной Визитной Карточкой Не вправду Сказать В стиле Насима Хаммеда В его пластике Мягкой В то же время Взрывной Было что-то Кошачье От этих Больших И очень опасных Хищников Которыми являются Леопард Создал Такую Некуда же Атмосферу Истерии Насим Хаммед Посмотри В моем глаза Алексей Разве этот человек Кого-либо боится В этом-то мне кажется Вся и проблема Если Такой Профи В лучшем смысле Этого слова Как Марко Антонио Баррера Выходя в ринг В полном сознании Концентрации В полной ответственности Прекрасно понимал Чем может Завершиться Для него Этот бой А завершиться Он может Чем угодно В том числе И с негативным Результатом То вот Насим Хаммед Полностью Исключал Такие вещи Как поражение Именно поэтому Как мне кажется Этот бой И повлиял На завершение Блестящей карьеры Насима Хаммеда Вернее Результат этого боя Неожиданная Для Насима Хаммеда Полностью неожиданная И здесь Майкл Баффер В ринге Друзья и господи Из МГМ Гранд Хотел Касино Стоя Энтертейнмента В Лас-Вегас Мевада Принц Промоция Промоция МГМ Гранд Промоция Промоция Два Беста Федер Великого Великого Это 12 раунда Боксинга Для Федер Чемпион Великого 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 Мне кажется Вот то что бой он проводит не на родной земле А в Америке Ну несколько так сказать Волнительно Для Наси Мохаммеда Может быть Он использует несколько больший стресс Чем обычно Предбоевой Ну Джо Кортес Ну может быть Ты прав Алексей Но ты же правильно сказал Он шоумен А для шоумена Вот Волнение Внимание Публики Только Увеличивает Адреналин В его крови Мне кажется Он настроен Разорвать своего соперника Сейчас Как никогда ранее И как никогда ранее Как ни странно Он уверен В своей победе Вся эта атмосфера Только заводит его Вот этот человек Совсем не шоумен Ничего личного И ничего лишнего Полное Средоточение На том Что ему предстоит делать Это 2-time champion Ведер Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Шахиду произносит Насим Хамед, формулу, определяющую веру в Аллаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, британская аудитория в своем репертуаре. Британская часть аудитории в зале. Британская аудитория в своем репертуаре. Британская аудитория в своем репертуаре. Британская аудитория в своем репертуаре. Британская аудитория в своем репертуаре в своем репертуаре. Но Марко Антонио Баррера на чеку. Не торопится мексиканец очень внимательно следит за действиями высокомерного британца, который пока тоже очень осторожен и не рискует прям сразу вот эти вот свои финты использовать. Сомнительный удар пытался привести Хамед. Отмашка тыльной стороной перчатки. Вот уже нарывается на удар Насим Хамед закачала боксера, но он успел восстановиться. Вот еще двойка точно приходит в челюсть британцу. Эти удары потрясают Хамеда, несмотря на такую нагловатую усмешку. Он потрясен. И мы увидим, как к концу боя Марко Антонио Баррера сотрет эту усмешку с лица Насима Хамеда. Как фехтовальщик широко расставил ноги Насим Хамед. И правой рукой передние пытаются так легко сжалить Барреру. Но, как мы видим, передняя левая Баррера лучше передней правой. Пока лучше передней правой Насима Хамеда в этом раму. И точнее, и жестче. И что удивительно, опережает более быстрого боксера более медленно. Это говорит о том, что более быстрый в движении Насим Хамед уступает более быстрому скорости мысли. Марко Антонио Баррери. На шаг впереди такое чувство, что все время оказывается мексиканец. Еще раз жесткая двойка. Отличный стройный удар передней рукой просто потрясающий. Давно я такого не видел. В исполнении Марко Антонио Баррера. Да, видимо, блестяще провел подготовительный цикл мексиканец. Все у него получается, все у него выходит наилучшим образом. Чувство дистанции превосходное. Тайминг прекрасный. Я считаю, что этот раунд с разгромным преимуществом за Марко Антонио Баррерой. Ну, безусловно, так. Хотя, к сожалению, разгромное преимущество будет всего лишь в одну очко. Поскольку на канвас Хамед так и не был отправлен. Левый боковой вдогонку снизу закачал Ахамеда. Заметьте, как хладнокровно и спокойно действует Баррера. Он не торопится. Он как хищник знает, что всему свое время. Он не бежит, не догоняет. И как он разнообразен. Вот буквально пропустил Хамед левой передней рукой удар. Абсолютно не предполагал, что следующие два удара будут нанесены ею же. И ошибся. Пропустил подряд три удара. Три джеба, очень точных. Первым номером пытаются работать. Британец. Вот еще раз с левой подбородок тычок получает. Никак не может стартовать Хамед. Никак не может неожиданно взорваться. Не может, потому что ждет его Баррера. И он совсем не против того, что Хамед работает первым номером. Именно этого и хочет Баррера. Именно к этому он и готовился. Прекрасная передняя рука чувствует дистанцию у Баррера. Либо он попадает, либо касается. Но все время держит напряжение Хамеда. Пробил право и сразу ушел на безопасную дистанцию у Баррера. Не верю, как говорил Константин Сергеевич Станиславский. Не верю я в эти усмешки Насима Хамеда. В этой кривой, несколько деланной усмешки, я, например, вижу уже некоторую растерянность. Можно понять Марку Антонио Баррера, поскольку Хамед откровенно держал его за руки. Я надеюсь, Кортес, я уверен, разберется в этой ситуации. Ну и мексиканец дал понять британцу, что он ненаверен шутить в этом бою и обращать внимание на все эти трюки. Насколько мотивирован Баррера. Сейчас Хамед выказал знак примирения. Однако Баррера показал ему, что он не будет касаться перчатки. Он показал ему, обозначил удар в область, в корпус, в область печени. Просто поразительно. Ведь никто не будет спорить с тем, что Хамед существенно быстрее. И Баррера именно опережает его пока во всех двух раундах. Причем с любой дистанции, в том числе и с дальней. Ну, что значит, как ты правильно сказал, Алексей, тайминг. В боксе не важна скорость сама по себе. Важна скорость мысли, скорость принятия решения. Нахождение необходимого угла, точки, с которой ты ударишь. Сиди, трабаханду, продолжай работать. Говорят Баррере. Тренеры, в принципе, все их устраивает. Нечего, в общем, добавить. Да, я думаю, неким сюрпризом для угла Марка Ван Тонио стало то, что... То преимущество, которое... Совершенно очевидное преимущество, которым он обладает в первых двух раундах. Посмотрим, что будет в третьем. Должен же угол Хамеда, где работает такой великий тренер, как Эммануэль Стюарт, вынести какие-то коррективы. Сейчас, кстати, Марко Антонио Баррера показал, что он не намерен шутить и опять пытался схватить за руки Хамеда Барреру, а тот, не смутившись, ударил в область резинки пару раз. Из небольших паузы выбрасывают левую руку Баррера и попадает. И вот эта готовность, высокий фокус раздражает, очевидно, на Сима Хамеда. Он, честно говоря, ощущение складывается, что он не совсем понимает, что делать. Не реагирует, совсем не реагирует на его финты Марко Антонио Баррера. И в то же время совершенно очевидно, что он готов к любому развитию событий. Я имею в виду мексиканца. Баррера создал такую высокую зону напряжения, которую не может преодолеть британец. Главное, что Баррера видит все удары, которые идут, исходят от Хамеда. В лучшем случае для Хамеда он ускользает от них, в лучшем успевает пробить точно. Да, раз за разом проходят кинжальные атаки Марко Антонио Баррера. Ничего не может с этим поделать Насим Хамед. Ему остается только улыбаться. Я не вижу улыбки на его лицо. Даже его знаменитые удары с одноименной ноги не проходят. То есть, когда боксер бьет той же рукой, что и передняя нога в данный момент. Где находится передняя нога. Декоронные удары Насима Хамеда очень неожиданные. И они не проходят. Говорят, в углу Баррера, Аделанта, работать дальше так же, все очень хорошо. Мы бьем. Баррера, безусловно, Баррера, безусловно, Хамед уже адаптировался. Казалось бы. Но, тем не менее, продолжает получать порции ударов, исходящие от передней руки мексиканца. Поэтому-то все три раунда и в его пользу. Бросился в атаку Хамед, и тут же получил навстречу. Буквально замешкался Хамед вот в этой ситуации, когда начал пропускать новую серию ударов от мексиканца, исходящую. Такая улыбка. Но все это, что называется, понты. Да, Баррера, да и больше ничего. Откровенно растерян принц Хамед. Не знает, что делать. И так уж получается. Не знаю, видит ли он себя и со стороны, понимает ли. Но что включил он велосипед, то есть заднюю передачу. Как мы с тобой говорили о том, что рефлекторно более умелый, более быстрый, более талантливый, потому что Насим Хамед, но если рассмотреть этот бой с точки зрения боксерского интеллекта, борьбы двух интеллектов, то, конечно, Баррера здесь с более высоким IQ. Насим Хамед ничего за предыдущие три раунда не придумал. Ни в позиции нахождения перед противником, ни в каких-то действиях, ни в работе ног, ни в работе рук. Да, его рефлексы помогают ему уйти на безопасную дистанцию, и все. Нельзя с этим не согласиться. Это действительно так. Надо сказать, что в целом стиль Насима Хамеда – это как раз эксплуатация вот этих феноменальных природных рефлексов. Он их использует, а, собственно, такой боксерской сметки тактического, такого тонкого рисунка в его боях не наблюдается. Просто он настолько быстрее, настолько, как бы, пластичнее своих прежних соперников, что ему и заботиться о тактике особенно не приходилось. И вот против него впервые матерый, матерый, многоопытный профессионал. И что же… никакие рефлексы не помогают. Вот, пожалуйста, Баррера сейчас примитивно закрылся перчатками. На шаге назад отступал. И даже в этом случае ничего сверхординарного Насим Хамед не предложил в атаке. Ну, что значило это стояние в центре ринга? То ли он должен был каким-то образом задеть самолюбие Марка Антонио Баррера, что совершенно нереально, то ли он каким-то образом проявил свою растерянность. Ну что, ведь ты разве не читаешь растерянность в его глазах сейчас? Он ее тщательно пытается скрыть. За улыбками, вызывающими жестами. А вот Эммануэль Стюарт очень спокоен. Может быть, он уже все понял? Ну, Эммануэль Стюарт, конечно же, тренер многоопытный, но, тем не менее, не думаю, чтобы он настолько не верил к пятому раунду своего бойца, что сделал бы уже такие окончательные выводы. Мы часто говорим об универсальности боксера. То есть, в разных ситуациях, которые складываются по ходу боя, он может работать в различных стилях, пытаясь где-то больше атаковать, где-то обороняться. Вот носим хамат с его открытой стойкой. Способен ли он в условиях борьбы против такого опытного соперника, как раз работающего в классической стойке, который может хорошо перекрыться, огрызнуться? Способен ли он в своей открытой стойке создать проблему для Борреры? Для Борреры, я думаю, можно и в такой стойке создать проблему. Дело в том, что если приглядеться за тем, как действует на всем момент, можно обратить внимание, что в этом бою, да и во многих своих предшествующих боях, он действует в основном вперед-назад. Не закручивает Борреру совершенно, своего соперника, в данном случае Борреры. Можно было бы все-таки двигаться и влево, и вправо сдвигаться. Ничего этого нет. Вперед-назад, как челнок, вперед-назад. Да, такой своеобразный открытый челнок. Это не работает. А вот движение в стороны совершенно не наблюдается. Виктор Петрович Агеев тоже боксировал в открытой стойке, да и наш великий олимпийский чемпион Борис Кузнецов. Тем не менее, мало кто мог что-то придумать против них, поскольку они двигались не только вперед-назад, но и влево-вправо. Он взял паузу Боррера, дал буквально минуту поработать первым номером Насима Хамеда в очередной раз, и вот опять выстрел, и опять попадание. Вот такое чувство, я сейчас поймал сюда, что Насим Хамед бросает руку как бы от того, что он должен это делать, собственно, не слишком рассчитывая на успех. В то время как Марко Антонио бьет точно в цели тогда, когда надо. Жалит в корпус Боррера британца и тут же выкидывает левую. Такое чувство, что с каждым следующим раундом количество адреналина в крови у Марко Антонио увеличивается, и он стал уже заводиться. Определенно, мексиканцу нравится этот бой. Честно говоря, уже начинает раздражать предсказуемость Хамеда. Никак, никоим образом не изменился его стиль. С первого раунда автоматически выкидывает он переднюю руку и в лучшем случае уходит назад, не рискует, не видим мы серийной работы. Похож он на такого классического каратиста, который пытается ужарить противника одним ударом, но Боррера не дает поставить точку британцу. Вот один из редких моментов, когда достаточно точно попал Насим Хамед, но, правда, не успела рука распрямиться, поэтому удар был не слишком сильный. Что касается предсказуемости Насима Хамеда, то должен поблагодарить тебя, Алексей, за то, что ты стал соавтором своеобразного каламбура. Предсказуемая непредсказуемость. Или непредсказуемая предсказуемость Насима Хамеда. Как угодно можно говорить. А суть остается той, что действительно можно с уверенностью сказать, что вплоть до 12-го раунда Насим Хамед будет делать именно то, что он делает сейчас. Пытаться быть неожиданным, но на самом деле вполне ожидаемым. У меня в стойку Хамед, теперь он работает на левосторонней. Но это не помешало ему сейчас сильный, довольно правый удар пропустить. С этим шутить не следует, поскольку, хоть он, я имею в виду, у Марка Антонио Баррера, и не такой статистический панчер, как Насим Хамед, но ударить и нокаутировать вполне может. Вот, на скачке прошли удары знаменитые. Да, это коронное оружие Насима Хамеда, удары на скачке. Другое дело, что в бою с таким матерым волком, как Марк Антонио Баррера, эти удары для самого Хамеда определенную опасность представляют. Можно нарваться на такой встречный удар, что очнешься в раздевалке. Он говорит, что Баррера, который был виноват на скачке, Что-то британский болельщик, не слышно. Да. Не знает, не знает, что делать Хамед. Вот эти вот одиночные удары, то с левой, то с правой руки, очевидно, не могут никаких дивидендов принести Хамеду. А такая постоянная классическая работа обеими руками, это не его козырь. Он всегда работал одиночными ударами. Геннекс Льюис. Что-то подсказывает Хамеду, не знаю, слышит он или нет. Может быть, он с кем-то общается. Ну, раздосадован Лев. Но в Багдаде все спокойно. Тебе же в Мексике. Спокойно. Сосредоточенно выслушивает команду своих секундантов, советы своих секундантов Марка Антонио Баррера. В общем, все идет по плану. Я сейчас пытался спровоцировать. Мы видели Насим Хамед в Рапиде на грязном приеме, на нервный какой-то поступок выдернуть Марка Антонио Баррера. Марка Антонио Баррера ответил, но не завелся. Он завелся, но ровно настолько, насколько нужно. Да, весь сердце, что называется. Насим Хамед не болит Баррера в любом моменте в этой борьбе. Валерный удар с правой рукой. Теперь вы слышите бритвы, что Насима, как это происходит, Баррера в любом моменте. Несмотря на южный темперамент и пристрастие к горячей и острой пище, мексиканцы очень хладнокровные бойцы. Это их отличительное качество. В культуре мексиканского народа особое отношение к смерти, особые ритуалы, да вообще вспомнить их предков. Устал Баррера уже от этих пауз, решил обострить. Эпизод за эпизодом проигрывает Хамед, и как бы все равно хватает наглости у него улыбаться. Невольно начинаешь сомневаться в искренности этих улыбок. Не, ну в принципе, все хорошо идет, он же успевает отойти назад. Я подозреваю, что когда выбирался в штабе Марко Антонио Баррера, план на бой, они сразу исключили нокаут, как цель этого поединка. Очень реалистичный и четкий план выбран обыграть на средней дистанции Насима Хамеда и выиграть у него по очкам. Ты можешь себе представить Хамеда в ситуации рубки? Барреру мы не раз видели, да, с Моралесом. Хамеда ты можешь представить в ситуации Дуновы? Мне, например, сложно представить. Нет, я не сказал бы, что Хамед малодушный боксер. Ты такой тонкий нюанс как бы отметил. Дело в том, что рубка предполагает множественность ударов. А сам стиль Насима Хамеда не предполагает множественность как таковой. Он все время бьет тяжелыми, тяжеленными, одиночными ударами. Поэтому ответ на этот вопрос, мне кажется, в этой плоскости лежит. Поэтому в этой плоскости он и проигрывает. Это и есть тактическая мудрость команды Марка Антонио Баррера. Они прекрасно учли, что вот перед ними человек, который мощнейшим образом бьет, но всегда одиночными ударами. Почти всегда. Редко выбрасывает множество ударов. И вот на этом они и сыграли. Один раз бьет Насим Хамед, два-три удара навстречу выбрасывает Марка Антонио. Вот, прекрасная иллюстрация. Опять этот встроенный джеб. Который пока что для Хамеда полной неожиданностью является. Почему он уже привык? Ну, в смысле, получать раунд идешь. Тем не менее, он проходит. На передней ноге работает мексиканец. На задней ноге – Насим Хамед. Вернулся в свою стойку британский боксер. Тычками, тычками пытается достать подбородок Баррера. Вот тоже верное наблюдение, кстати. Тычками, тычками. Заметь, он не перестал так вкладываться, так заряжать, как это он обычно делает и как это он пытался делать в первых двух-трех раундах. Вот, если он зарядит, то можно и назад не успеть вернуться. Совершенно верно. Баррера-то подготовился к бою. Да, вот, еще и еще раз повторяю. Эксплуатация своих уникальных рефлексов. Расчет на то, чем наградил его Господь Бог, то есть Аллах. И ничего больше. Награжден он действительно щедро, но... Кстати, такую версию хочу озвучить. Еще заметил, что Хамед так развернут сильно передним плечом к Баррере, что очень неудобно с ним в ближнем бою драться. Когда-то фронтально боксер стоит, да? Шансов на успех больше. Да, качнуло, качнуло сейчас, Хамеда. Кстати, это ответ на твой вопрос. Да, он развернут, но если хорошо подойти ногами, то прекрасно он готов для восприятия, что ли, боковых ударов. Что и показывает мексиканец. Хамед ждет удар передней рукой. В это время полшага под шаг делает Баррера и бьет такой полукросс, полухук с правой руки. И он нередко достигает цели. Но нельзя не согласиться. Конечно, главный удар Барреры в этом бою – это удар левой передней рукой. Он все делает. Основную работу производит. Баррера в развалку пошел в свой угол. Да, что-то Хамед кисло выглядит. Вянет от раунда к раунду. На самом деле, действительно, большое разочарование для болельщиков в поведении Хамеда в ринге. Обязательно одаренный боксер. И вот так вот бездарно проводит один из важнейших боев в своей жизни. Ну, это сильное определение. Бездарно. Скорее, не бездарно. Он делает то, что позволяет ему делать Марко Антонио Баррера. Ты совершенно правильно сказал. Просто показывает Марко Антонио Баррера, что его боксерский интеллект на порядок выше. Мы сейчас видели выстрел передней рукой Хамеда. Зависание, пауза. И тут же Баррера правой попадает. И качнуло британцев. Да, даже схватился за канаты левой рукой Хамед, чтобы не повело его дальше. Посмотри за ногой Хамеда. Он все время находится внутри, с внутренней стороны ступни Баррера. То есть, действительно, если бы он сокращал угол, да, менял угол атаки, ему было бы удобно. Ничего, ничего не получается у Носи Мохамеда. Он приглашает Баррера в атаку. Баррера идет и результативно атакует. Я бы сказал, что с учетом квалификации Ренаме двух боксеров, находящихся в ринге, поразительна результативность действий Марко Антонио Баррера. Баррера молодец. Передней рукой бьет, попадает особо вперед. Ее ждет атаки противника. А самое интересное, что идет игра нервов. Кто первый выстрелит, тот и получит. Он не выдерживает Хамед. Такое преимущество сейчас у Баррера. Прежде всего, преимущество ментальное. Ментальное. Он знает, что у него все получается, и что он выигрывает бой. Ему не нужно торопиться. Он в первых раундах уже четко обозначил преимущество. А до чемпионского раунда уже рукой подать. Хоть один раунд выиграл Хамед. Но если забегать вперед, по запискам судьи, получается, что да. Хотя, сколько я не пересматривал этот бой, я не увидел буквально ни одного раунда, который с чистым сердцем можно было бы отдать Хамеду. Какой-то необычный сейчас удар выбросил Хамед. Обычно он движение вперед делал, потому что он прыгнул вверх и выкинул руку. Фактически на месте пробил. За счет резкого взрыва пытался поймать на средней дистанции после клинча Хамед Барреру, но ничего не вышло. Вот это и называется заигрываться. С реакцией все в порядке. У Хамеда с пластикой действительно ушел сейчас от серии ударов. Но пара прошла все равно. А если бы еще бы 3-4 сантиметра, все могло бы и завершиться. Прекрасно понимает Хамед, что он в чистую проигрывает этот бой. С одной стороны очень важно, что тебе говорят секунданты, а с другой стороны любой боксер понимает, что и свободы выбора ему никто не отменяет, и нужно какую-то инициативу проявить в бою, переломить ход поединка, может быть, почувствовать его своим сердцем и умом. Но в каком-то затруднительном положении Хамед. Просто в затруднительном. Вот буквально на Тоненького, несколько раз уклоняясь, буквально сантиметры решали дело. Действительно уникальные рефлексы демонстрирует Хамед, но чуть-чуть, и он оказался бы на полу. Вот впервые мы видим такую активную серийную работу Хамеда в атаке. К сожалению, слишком редко, а может быть, уже и поздно. Неожиданная, очень эффектная атака Барреры. Контратака. Да, поймал он на паузе Хамеда, и четко сблизился, и несколько раз поразил цель. Опять-таки, все атаки Баррера начинает с левой передней руки. С ужасающей разрушительностью она в этом бою действует. Не так уж и плохо в атаке сейчас Хамед. Это действительно, наверное, уже поздно. Вот это вот первый, пожалуй, раунд, в котором пока что прошла половина 10-го раунда. Хамед не хуже, чем Баррера. Пока. Преследует Баррера Хамеда после выстрела со стороны британца и опять попадает. Причем, заметь, Баррера очень экономно действует, что он не делает лишних движений, да, он делает ровно столько для того, чтобы реваншироваться. Ну, вот мне кажется, что все-таки, несмотря на все дифферамбы, которые мы поем Марк Антонио Баррера, я должен сказать, что он, очевидно, тоже стал уставать, поскольку, обрати внимание, он стал останавливаться напротив Хамеда. Если первую половину боя он закручивал его то влево, то вправо, то сейчас он в основном почему-то стал останавливаться перед Хамедом, и именно поэтому начали возникать определенные неприятности в этом десятом раунде. Знали, что остается секунд 10-15 до конца этого раунда. Мы видели Баррера в атаке. Потратил он силы, что называется, на разножке. Пошел вперед. На мой взгляд, это единственный силу того, что мы до сих пор наблюдали, по крайней мере, равный раунд. Ну, может быть, для разнообразия можно было бы отдать пользу Хамеда. Секунданте, будучи тонкими психологами и знающими психологию вообще боксеров у Баррера, в частности, пытаются взбодрить мексиканца, чтобы он собрано провел концовку боя. Два раунда осталось до конца поединка. Полное преимущество Барреры. Ну, я думаю, тут особенно уговаривать Барреру не надо, поскольку боец многоопытнейший. 56-й бой проводит на профессиональном ринге. прекрасно знает, что к чему и что почем. Да, жалкое зрелище, конечно, Насим Хамед производит. Британцы, заполнившие арену МГМ Грант в отеле в Лас-Вегасе, надеялись на как минимум блестящее выступление Насима Хамеда, который нисколько не изменит своему стилю. В этот раз британец впервые, наверное, за всю карьеру выглядит весьма робко и неубедительно. Да, очевидно, что в серийной работе Марко Антонио Баррера намного лучше. Забегая вперед, скажу, что нет сомнения, что это поражение, которое потерпит в этом бою Насим Хамед, надломит его. После него он проведет причем довольно невзрачный всего один проходной бой с не очень сильным соперником и затем его боксерская карьера навсегда прервется. Не сумело его достоинства и самолюбия пережить этого поражения. Можно сказать, что именно Марко Антонио Баррера положил конец карьере Насима Хамеда. справа попадает Баррера в тот момент, когда Насим Хамед что-то говорил ему. Помню доколосацию. Я бы сказал, это бой, это столкновение двух диаметрально противоположных зачастую как бы подходов к боксу. Что выше? Талант или профессионализм и трудолюбие? Ответ мы прекрасно видим сейчас. это совсем лишний жест был со стороны Насима Хамеда. По-моему, все происходит с точностью да наоборот. Баррера и хорошая скачь. И так нас ждет последний чемпионский раунд, но чемпионским он будет, конечно же, для Барреры. Вот смотри, проигрывает человек в одну калитку бой. Ничего не может изменить в своих действиях, но даже не может сосредоточиться для того, чтобы попытаться хотя бы разово завершить бой, как это делал великий соотечественник, соотечественник Марк Антонио Баррера, Хулио Сесар Чавес Старший. Помню, как он, все помнят, как он проигрывал бой Мелдрику Тейлору в одну, как говорится, калитку. Ждал своего часа и за 10 секунд до конца последнего раунда нокаутировал своего соперника. И ничего похожего не наблюдается в настроении Насима Хамеда. Внутренне, какую браваду он не демонстрировал бы, он уже смирился с поражением. Причем, вспоминая тот бой, скажем, что американский судья на американском же ринге остановил этот поединок. То есть, все эти раунды, с первого по 12-й, Хулио Сесар Чавес провел как агрессор, показывая желание драться, желание добиться результата. Да, Хамед продолжает, как ни в чем не бывало, работать вторым номером и пропускать удар за ударом. Уже просто, ты употребил слово «деклассирование», это абсолютно лучше и не скажешь. Вот именно происходит как бы развенчание легенды. Деклассация в чистом виде. Боррера, понимая, что идет последний раунд боя, как настоящий профессионал, взвинчивая темп и делает этот раунд запоминающимся. Он как бы ставит точку в этом бою, который, может быть, кому-то показался несколько пресным где-то в отдельных эпизодах. Большие паузы брал Боррера, но вот из уважения к зрителю, из уважения к сладкой науке, к профессиональному боксу, он сейчас показывает верх профессионализма. Да, верх зрелищности демонстрирует он. Кто бы мог подумать, что согласно подсчетам специалистов, взглядам специалистов и мнению букмекеров, большинство ожидало победы нокаутом Насима Хамеда в первых пяти раундах. А сейчас мы видим, что буквально клоуны делает из Насима Хамеда Марко Антонио Боррера. Я думаю, это в какой-то мере месть за тот неприличный жест, который показал в предыдущем раунде Хамед Мексиканцу. Настоящее шоу. Буквально мурашки по коже бегут. Что выделывает Боррера? Нет, старик. Никакого примирения. Вы еще не закончили. Да, пленных не берут в этом бою. Ведь рискует Марко Антонио, ведь можно нарваться на встречный удар, но он таким образом играет с опасностью, заводит себя и заводит публику. Не согласен Алексей, он уже видит, что Хамед сдулся. Он смирился с поражением и, в принципе, уже разгромлен. Сломан. Уверен, продлить бой, как некогда, 15 раундов, досрочную победу одержал бы Боррера. Да, чемпионская концовка. Браво! Марко Антонио Боррера. Один из лучших, на мой взгляд, боев мексиканца за всю его славную и огромную карьеру. Я получил это, уноффициально, 115-114. Это для ИБО Чемпионата мира. И все же бой закончен и вынужден правильно повести себя Боррера. Он обнал соперника. Больше нет ничего личного. Все сказано в ринге. Боксеры знают, что это достаточно такой, как бы, унизительный эпизод, когда тебя проваливают и оказывается у тебя за спиной. Великолепно отработал этот номер Марко Антонио Боррера. Ну, а мы отработали сегодня свой номер. В студии работали Илья Рябцев, Алексей Гусев. Продолжаем смотреть ретроспективный показ лучших трансляций канала HBO. Всего вам доброго, дорогие друзья. Наслаждайтесь сладкой наукой профессионального бокса. И при любых обстоятельствах не забывайте защищать себя. Смотрите бокс на канале Боец. Субтитры сделал DimaTorzok.